И мне люди говорили, Алексей, ты когда будешь показывать сервис? А я вам покажу сервис сегодня, в программе Автостоп, где этот сервис располагается, и чтобы вы поняли, как сюда доехать. За моей спиной река Урал, чуть дальше получается храм. Справа от меня казачья переправа. Как сюда доехать вообще очень просто. Помните, магнитная 111, я вам реально показывал этот адрес. И за магнитной прямо будет поворот направо. Здесь еще склады профитовские. И здесь дорожка такая, со светильничками. Ну да, конечно, придется вам немножко поработать подвеской вашего автомобиля. Потому что здесь асфальта-то и нет. Но все равно, приезжайте сюда. И вот, буквально здесь же, на улице, магнитная 109, дробь 1, находится автосервис на Казачьей. И вот еще и телефоны вы можете увидеть. И они справа от меня. И здесь вы можете не только сделать свою машину, вы можете заключить фирменные договора. Кстати, а если вы будете работать с аварийными комиссарами, то, возможно, вам и не придется ожидать работников ГИБДД, потому что аварийные комиссары все делают за вас. И с вами же съездят еще и в отделение внутренних дел. Ну, чтобы кому-то объяснить, что он не прав. И чтобы кому-то показать, что это он не прав. А вы, ну, просто такой человек, который внезапно попал в неприятную ситуацию. А уже потом здесь вашу машину и сделают. И я довольно часто здесь проезжаю. И вижу битые машины. Причем я сюда ездил на моем Мерседесе, но его почему-то здесь не сделали. И это проблемка мерседесоводов. И я видел битые машины, но с каждой новой поездкой я не видел старых машин. Да потому что их делали. И я толком-то и не понял, как в маленьком боксе за такое короткое время можно было сделать. Так вот, оказалось, что бокс-то и не маленький. А это пространство в 3000 квадратных метров. Да еще какое пространство. А люди-то сюда добираются и делается все легко. Раньше было в городе всего два места, да? Вас сделался там и всякие остальные вещи. Теперь все это сделалось... Там рынки всякие, да, понимаете? Куда ехать, непонятно. Вы куда приехали? Ну, мы уже, в смысле, обращались в эту службу, вот, к Наилю. И я сразу же, вот, у меня жена попала в аварию. Я сразу же, говорю, позвонил. Был телефончик случайно, так, с того раза. Я позвонил, говорю, Наиль, такая вот проблема. Говорит, приезжай, конечно, все оценим. Потому что, ну, это лучше, я думал, что... Страховым, да? Да, страховой мы не доверили. Оценку. Потому что, ну... Прайсики будут другие, да? Да, да, я думаю, другие. Да, цена, качество и цены. Потом мы заключили договор сразу. И они будут сами заниматься и представлять нас в суде. Мы практически ни за что не платим. Они все оплачивают и все издержки, и нотариусы, и все, и все, и все, и все, и все, и все. То есть гораздо проще заключить с ними договор, и все у вас будет нормально? Я уже не с работы не буду дергаться. Они будут представлять меня везде. Ну что, вы готовы? Машину, а не разгонять ее. Да потому что последствия могут быть крайне неприятными. То есть машину ухряпнули. И куда ее? На стапель. Здесь вашу машину правит. Кстати, про стапеля. Стапелей-то я видел много, но чтобы так круто, да нигде. Да и здесь стапель-то не один. Теперь другой вариант. Довольно часто случается, что ломается пластик. И это уж сори. После 1998 года все машины сочетают в себе пластик в разных количествах. Ломать его и выкидывать неправильно. Потому как вы тут начинаете попадать. Каждая деталь из пластика стоит денег. Поэтому сборка и отладка. И это часть работы по пластику. И мы плавненько так подтекаем к нанесению шпатлевки, выравниванию металла и покраски. И теперь самое забавное. Большинство новых автомобилей в салонах красятся дилерами. И тут такое ощущение, что завод продав машины с завода, о них больше и не заботится. Так что вы, конечно, можете, используя соотношение сигнал-шум, накатить на продавца. Но мысль правильная. Если не ты, то вас. И просто посмотрите, как это сделано. Ну а если машина сияет, то и не парьтесь. Покупайте. Здесь-то машины заставляют сиять. И скоро запустится новый комплекс покраски для крутых машин. Хотя и то, что сейчас, в умелых руках работает на славу. К слову о покраске. Но не у каждого сервиса есть свои покрасочные камеры. И не у каждого их две. И, кстати, вот для вас вариант. Здесь вашу краску и мешают. При этом это чисто японская составляющая. А вы знаете, что там даже сияющий белизной металлик умудряются красть. И смотрится так клево. У нас японские краски, они более густые. Поэтому экономнее использовать. И более широкий спектр. Ну и свой, естественно, подбор. Мы не зависим, как бы, ни от кого. Срок делаем и проверяем. Естественно, мастер проверяет, чтобы краска совпадала. И после чего мастер проверяет, приемщик. И если все подходит, тогда уже машина проходит в покраску. А где не проходит дилерство? Потому что я такую компанию, как RockPaint, я вообще не видел. Скорее всего, это ближе где-то к Владивостоку. Верно, это во Владивостоке. Это потому что граница с Японией именно там. И основной офис находится во Владивостоке. Но так-то круто было. Станет еще круче, когда вы подниметесь. Честно, я нигде такого не видел, чтобы в таких условиях вас принимали. Честно, похоже, тот, кто делал ремонт в моей квартире, все это зачудил. Потому что все и в моих крутых тонах здесь есть. И это смотрится. Ну, как говорит, себя не похвалить-то как, а? И так я понимаю, что у людей есть проблемы со страховками. Как у вас? У нас нету. Мы энергогарант. Страхуем всех людей. Такое случается, да? Ну, город такой. Да, и люди такие. И мне пришлось тоже ждать полицию. Да, если бы я работал с вами, что бы мне пришлось? Ну, если бы вы работали с нами, то мы бы вызвали, ну, вызвали бы аварийного комиссара. И аварийный комиссар, он вам помог полностью. Вообще-то я вам расскажу, как есть. И с этим исполнительным листом идем в банк, предъявляем, и только вот человек получает уже на свой счет деньги. Но гораздо проще взять это все дело, и чтобы это было у вас. И ты в кого-то въехал, и тот, кто в тебя въехал, потому что ценники-то у вас не такие дорогие. Мы полностью представляем интересы клиента в суде. Потому что у вас есть и то, что делается и обыкновенно. То есть можно поставить магнитолу, магнитолу, можно развал схождения сделать, можно колеса отремонтировать. Так ли это? Да, вы правильно говорите. У нас весь спектр услуг, полное СТО. Можно приехать по любой причине, по любой неисправности, оставить автомобиль. Также у нас есть платная стояночка. А скоро у нас будет еще и называется штука по замене автомобильных покрышек. Это тоже можно у вас сделать? Да, в скором будущем хотим. Это у нас сейчас в разработке все. Я, конечно, понимаю, что мы сюда приехали смотреть машины, которые нуждаются в тяжелом ремонте. Но оказывается и простой сервис, это тоже здесь, в автосервисе на Казачьей? Да, вы совершенно правы. А теперь и вы должны знать, куда обратиться. Едем в направлении города по Казачьей. Прямо перед мостом поворачиваем направо. Дорога постоянно градируется и на Т-образном повороте налево. И тут сами все поймете. Хотя чаще и проще вам все покажет фирменный аварийный комиссар. То, что мы видим за вашей спиной, это огромное количество автомобилей. Просто огромное. Но они здесь постоянно меняются. Я сюда приезжаю, магнитная 109. И поворачиваю, получается, направо. После магнитной 111. Сейчас тут езжу просто. И вижу, что регулярно вы машины меняете. О чем это говорит? Конечно, это большой поток автомобилей. У нас порядка 100 автомобилей. Выход в месяц по ремонту происходит. Клиенты доверяют. Мы 16 лет уже на рынке. Это говорит о доверии клиентов. А если у человека, допустим, какие-то проблемы, и он не может машину поставить. Ну, представляете, это битая машина в центре города. Смотреться как-то не будет хорошо. Что вы делаете для ваших клиентов? У наших клиентов есть услуга. Мы предоставляем эвакуацию автомобиля. При ремонте на нашей станции эвакуация автомобиля для клиентов бесплатна. Стоянка происходит бесплатно для клиентов. Им очень удобно. Не надо думать, где и оставить, потому что битый автомобиль не закрывается, не открывается. У нас здесь полностью он находится под охраной. Поэтому такое количество автомобилей. Теперь вопрос цены. Потому что если мы будем удовольствоваться услугами автодилеров, я понимаю, что автодилеров, ценники такие веселенькие. Что касаемо вас? У нас, соответственно, гибкая система цен. Занимаемся, соответственно, поставками автомобилей. У нас есть мастера по запчастям, мастер по иностранным автомобилям, иностранного производства, мастер по отечественным автомобилям. Цены, конечно, в разы ниже. Конечно же. И надо понять, как вас вызвать? Потому что у вас наверняка и опыт большой, и специальность у вас нормальная. Конечно. Мы обучены. У нас три экипажа аварийных комиссаров. Если происходит дорожно-транспортное происшествие в городе Магнитогорске и в ближайших окрестностях, по телефону 590-190, любой клиент может нас вызвать. Опытные комиссары приедут и полностью будут оказывать юридическую помощь автовладельцам. И понятное дело, что я бы тоже сюда машину бы отогнал. Потому что я вам сегодня показал, сколько здесь сервисов. А здесь очень много сервисов. Потому как ни у кого больше такого количества нет места. То есть здесь делается все. Вы можете краску подобрать, вы можете ее покрасить здесь же, вы можете все поставить, агрегаты там, где они должны были быть, а не так, как это делает тот левый человек где-нибудь в каком-нибудь гараже. Потом сделать для него страховку. И это тоже делается здесь. Короче, надо понять, да? Было бы здорово показать, когда все это будет в одном комплексе. Но это все делается. А вы, вы можете прийти на второй этаж, оформить свои документы, заплатить небольшое количество денег или большое количество денег. Ну, тут смотря, как только влетел. А потом уже получать свой собственный автомобиль. Как сюда доехать? Очень просто. За моей спиной Урал. Чуть далее, получается, храм Вознесения Господня. Вот. Но вы находитесь на левом берегу. Магнит Т-111, мы вам показывали, Бест Авто и Олмы. Чуть-чуть дальше, получается, поворачиваете и приезжаете вот сюда, на улицу Магнитную, стоит 9, дробь 1.